Исайя, 53 глава, с первой стихи. В другом переводе звучит первое слово. Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице Своё. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем. И уничтожен Богом. Но Он не звязвен был за грехи наши, и мучен был за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, сортились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца. Веден был Он на заклание, и как агнец, пристрягущий Его безгласен, так Он не открывал уст своих. От уст и суда Он был взят, но род Его, кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению, когда же душа Его принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благопуспешно будет исполняться рукою Его. И далее, корочество о воскресении. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался кондатарем. Аминь. Аминь. Пожалуйста, уже похвалуйтесь на пение.